Здравствуйте, друзья! Сегодня, я думаю, вам представить книги разные. Там будет и букинистика, и реплики, и вообще не реплики, но с иллюстрациями советских художников. Ну, посмотрим, посмотрим, как пойдёт, как увидим. Так, первые книги, которые я хочу вам показать, это, во-первых, вот «Гоняма желтогривой». Эта книга была у меня в детстве. Я её, правда, не вот этой именно, потому что эту я покупала в букинистическом магазине каком-то, а вот эта история про вот этого «Гоняма» и вот в таком оформлении. 1958 года книжечка. Сейчас скажу, кто же её написал. Её написал Эрнст Гринвилл. Это серия «Путешествия. Приключения. Фантастика» была такая. И государственное издательство географической литературы. 1958 год. Вот так. Здесь иллюстраций всяких много, но история про этого львёнка, потом льва, она вообще-то тяжеловатая. Я вообще стараюсь не читать книги о животных, потому что даже если они заканчиваются благополучно, всё равно остаётся такая какая-то тревога, печаль с ними связанная, потому что чаще всего они попадают в какие-то истории несправедливые, ещё чего-то. В общем, вот такая. Но книгу я эту очень люблю. Дальше. Вот ещё хотела показать вам такую книгу «По щучьему велению». Она тоже старая, 64-го года книга, но почему я её показываю? Она, по-моему, она редкая книга, потому что я не видела, чтобы она переиздавалась с иллюстрациями Кузнецова. Здесь вот несколько сказок. Достаточно здесь сказок. И иллюстрация, графика у него несколько своеобразная. Графика у Кузнецова. Вот особенно мне нравится вот эта картинка. Бабъега какая-то она здесь странная. Бабъега. Зубы у неё торчат, что-то такое. Ну ладно, вот эта книжечка. Теперь ещё вот две книжечки. Сейчас это я положу на место. Это Шукшин. Ну, эту книгу я, по-моему, вам показывала. Шукшин. Детская литература. 70 какой-то год. 79 год. Иллюстрация Клиновского. Ну, это одна из моих любимых книг. Я её читаю, перечитываю под настроение. В общем, именно вот в этом виде. Приятно её держать в руках. Хорошая книжечка. А вторая – это просто как пример книгоиздательства советского. Здесь нет никаких иллюстраций. Сейчас скажем. Какой же она у нас? Вот. Она у нас 79-го года. Тоже рассказы. Вот тканная обложка, тиснение. В общем, неплохая книга. Тоже много здесь рассказов. Сейчас вот. Вот. Рассказов достаточно. В общем, хорошие книжечки. Вообще, Шукшина у меня много. Я считаю, что это очень хороший писатель. И честный писатель, я считаю. В общем, читаю. Дальше. Вот у нас книжка есть. Это книга моя, если честно говоря, любимая. С детства. У меня она есть в оригинале. Вот эта книга именно реплика. Сейчас скажу, какого года. 57-го. Да, 57-й год. Издательство ЦК Волокосы, Молодая гвардия. А сейчас ее издала речь в серии «Доречи». Вот у них несколько серий. Классика речи, образы речи, «Доречи». Еще какие-то есть. Но вот это «Доречи». И, значит, Соловьев по всех адже на середине. Иллюстрации здесь Забулаева. Ну, достаточно так-то иллюстрации. Есть полностраничные иллюстрации, есть на половине страницы. Так, сейчас посмотрю. Вот. Сейчас, где-то я там заложила. Вот. Вот иллюстрации. Забыла. Даже я читала в детстве эту книгу с удовольствием. Даже песенка там. Вроде как «Я, Хаджанна, Средин, сам себе господин, скажу, не совру, никогда не умру». Вот такая даже песенка помнится мне с детства. Дальше поехали. Дальше эта книжка, опять же, в «Доречи» изданная. Издательство «Речь» Вениамин Каверин. Вениамин Каверин, когда мы о нем говорим, сразу приходят на ум, конечно, два капитана, открытая книга. Серьезная литература такая. И вдруг мы вот видим, что, оказывается, он в сказке тоже писал. «Песочные часы». Издательство. Это реплика. Сейчас скажу, какое годы. Это издательство «Дедгиз» 60-60-го года. Художник Валерий Алфеевский. Алфеевский. У меня я подготовила еще одну книгу, просто чтобы вам показать. Листать ее даже не будем. Это вот книга есть, такая «Снежная королева». Кстати говоря, Алфеевский, он Андерсона много иллюстрировал. И даже в сборниках есть, когда составлялись советские сборники со сказками Андерсона. Часто выбирали его иллюстрацию, Алфеевская. Так, ну, речь, конечно, как всегда, очень хорошо издают книги. Они у них вот тканые, вот видите, корешок, тиснение, все, вроде как все ничего. Много иллюстраций Алфеевского. Даже, по-моему, там цветные есть в клейке. Вот, даже цветные там в клейке Алфеевского. Но текст самих сказок мне не нравится. Мне нравится и все. Ну, может, кому-то нравится, не знаю, мне не нравится. Дальше. Дальше книга из детства моего. Это «Дикая собака Динго». Она была у меня совсем в другом, конечно, виде. Такая небольшая книжоночка была. Я ее очень любила. Во взрослом возрасте я ее не перечитывала. Если честно говоря, даже боюсь перечитывать, боюсь разочароваться. Ну, пусть она останется такой же доброй, приятной с того детства. Это «Дикая собака Динго» или «Повсе первой любви» Фрая Романа. Вот, а сейчас я вам покажу. Это, по-моему, речь. Это тоже речь издает, эта книжка. Да, речь. И иллюстрации здесь. Посмотрите, какие. Очень приятные иллюстрации. Вот. Таня с мальчиком. Таня с отцом. Это иллюстратор. Сейчас скажу я. Это Ольга Багаевская. Ольга Багаевская. Подождите, что же у меня Ольга Багаевская? Да, есть у меня один буратино с иллюстрациями Ольги Багаевской. Она так, по-моему, там в таком карандашной как бы манере она рисует. Ну, посмотрим. Когда мы будем рассматривать буратино вот этих разных, то мы наверняка увидим и работу Ольги Багаевской. Дальше. Дальше у нас пошел Зощенко. Зощенко – это, значит, избранные рассказы для детей. Издательство «Речь», опять же. Кто у нас здесь иллюстратор? Вот такие у нас, видите? Кто у нас здесь иллюстратор? Это Скобелев. Так, Скобелев. Скобелев у нас встречался, когда мы рассматривали Михалкова, юбилейный трехтомник. По-моему, там от трех до пяти, от трех до десяти. Этот том иллюстрирован Скобелевым. Ну, ладно. Вот, посмотрите. Здесь очень много рассказов Зощенко. Иллюстрации здесь вообще море. Там всяких. Лёля и Минька, там кого только нет. Вот, дети бегут. Не знаю, куда они бегут. Хорошая игра. Так, вот. Трамвай. Семьдесят четвертый. О, так это еще и дядька голый здесь обезьянку купает. Ладно. Вот здесь обезьянка. Давайте другие картинки посмотрим. Вот здесь она безобразничает в магазине. Ну, в общем, Зощенко в иллюстрациях Скобелева. Нормальная книжка. Хорошо издана. Следующая книжка, которую я хочу вам показать, это книжка, опять же, реплика. Это Фёдор Кнорея «Капитан Крокус». Знаете, я случайно купила эту книжку, по-моему, даже в каком-то фикс-прайсе за какие-то копейки. Но что меня заинтересовало, почему я её приобрела? Во-первых, это реплика 67-го года и Евгений Машков. Иллюстрация Евгения Машкова. А тогда вот этом Фёдоре я ничего вообще не знала. И посмотрите. В принципе, книжка, значит, издательство детской литературы, Москва, 67-й год. Книга издана очень хорошо. Вот здесь иллюстрации от этого Машкова. Вот, вот иллюстрация Машкова. Там ещё очень много хороших иллюстраций. Даже, знаете, когда я их пролистываюсь, просматриваюсь, хочется даже прочесть эту книгу. Может быть, я её и почитаю. Восполню. То, что не догнала в детстве. Ну, ладно. Вот. Ну, чтобы вам было понятно, кто такой Машков, если вы забыли или не помните, я вам покажу одну книжку. Вы сразу разоглубаетесь. Поймёте, кто это такой. Вот. Кит и кот. Вот Борис Ахадер, вот его книжку, вот эту, иллюстрировал Машков. Про этого кота, который был огромный, как не знаю кто, и кит, который был маленький, словно мышка. Вот. Поменялись местами. Известная история. Мультфильм был. В общем, вот этот Машков. Так, следующая. Следующая у нас будет вот такая книжка. Это Софья Прокофьева «Приключения жёлтого чемоданчика». Ну, вот Софья Прокофьевой очень много книг издавала в Советском Союзе. И сейчас она издаётся, переиздаётся. И вот у меня есть только одна книжка «Приключения жёлтого чемоданчика». Это реплика какого года. Издательство детской литературы «Москва» 65-го года. И иллюстрации здесь Горяева. Виталия Горяева. Ну, помню, что он и Барто там «Твои стихи», и «Старика Хатабыча». 79-го года он иллюстрировал Горяев. Ну, и много вообще работал в разных издательствах. Сотрудничал. Ну, а издана эта книжка «Издательский дом Мещерякова». Это издательство очень узнаваемо по бумаге своей, например, сразу же. Потому что бумага здесь как визитная карточка. Она у них такая очень приятная, плотная, кремового цвета. Хорошая книга. Ну, единственное, что у них цена высокая. Это книг издательского дома Мещерякова. Так, следующие книги – это две книги Анатолия Алексина. Анатолий Алексин, он очень много издавался в Советском Союзе. И вообще везде печатался. Там «Юность», «Подростковые журналы», «Пионер», «Костер». В общем, много он печатался. Рассказы у него были такие неплохие. Я, например, особенно помню «Безумную Евдокию» из детства. Ну, вот у меня вот эти две реплики. Сейчас я вам покажу. Какого года? 1963 года издательства ЦК «КСМОЛДА Гвардия». Это, значит, «Необычайные похождения Севы Котлова» и «Стране вечных каникул» с Сашей Шуром. Вот так. Винокуров здесь, по-моему, иллюстратор. Сейчас мы посмотрим точно. Да, Борис Винокуров. И в этой книжке тоже. Так, следующая книжка, которую я вам хочу показать. Даже сначала вот мы возьмем вот эти две реплики маленькие. Это Валентин Катаев. Валентин Катаев. Это вот «Дудочка и кувшинчик» книжка. Сейчас мы ее пролистаем. Это у нас иллюстратор Барботченко. Так, вот. Вот. Смотрите, как красивая книжка вообще. И следующая книжка Катаева – это «Цветик-самоцветик». Иллюстрация Вениамина Лосина. Ну, раз уж мы затронули Вениамина Лосина, то я сразу же покажу вам книжку, ну, без которой детство детей где-то 70-х, 80-х годов было бы скучным. Это Денискины рассказы. И вот у меня эта книжка тоже с иллюстрациями Лосина. Я специально выбирала с этими иллюстрациями. Вот я сейчас вам покажу. Вот какой у нас форзец. Посмотрите, замечательный. Вот анапсец. Здесь у нас еще красивее. Такая колоссальная книжка. Здесь иллюстрация и на целую страницу. И не только. Вот она. И не только. Вот, на целую страницу иллюстрация. Вообще красивая книжка. Хорошо сделанная книжка. Знаете, я вообще-то, я думаю так. Мне больше нравятся книжки, фильмы, изданные по этой книжке, чем рассказы. Ну, такой у меня вкус. Вот так. Ну и все, пожалуй. На сегодня мы с вами заканчиваем. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.